Всем привет! Что сегодня в Киеве происходит мы с вами сейчас увидим. Мы находимся на стеклянном мосту. Покажу вам как выглядит стеклянный мост в Киеве вечером. Сколько людей здесь гуляет. Пройдем в одну сторону, а потом в другую сторону. После того, как мы посмотрим, что происходит на стеклянном мосту в Киеве вечером, мы спустимся вниз и пройдем на набережную Днепра. Открытие этого пешеходно-велосипедного стеклянного моста было приурочено ко дню Киева. Этот туристический объект был открыт 25 мая 2019 года. У меня на канале есть видео. Я снимала открытие этого моста. Вы не представляете, как много людей там было. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. А мы гуляем дальше по мосту стеклянному. Сегодня много людей здесь. Популярный мост через Владимирский спуск соединяет Крещатый парк и Владимирскую горку. Длина моста 216 метров. Отсюда открывается захватывающая панорама Днепра и Левого берега. Мост является одним из лучших мест для встречи рассвета в столице Украины, городе Киеве. Стеклянный мост получил такое название из-за панорамных стекол на полу, а также из-за стеклянного обрамления моста. Отсюда видно другой пешеходно-велосипедный мост, который ведет на Труханов остров. Здесь отличная фотозона. Много людей фотографируется. Посмотрите, какой красивый вид на арку Свободы Украинского народа. Раньше это была арка Дружбы народов, но так как Россия напала на Украину второй раз, то арка была переименована в Арку Свободы Украинского народа. Красивое место для отдыха, для прогулок. Рядом с мостом находится много разных достопримечательностей. Близко находится парк. Там красивая природа и хороший вид, и фонтан. У входа на Владимирскую горку находится фуникулер. Приехав на станцию метро Почтовая площадь, можно подняться к парку на фуникулёре. Здесь постоянно играют уличные музыканты. Люди слушают украинскую музыку. Достопримечательности все здесь находятся рядом. Михайловский Златоверхий монастырь. Дальше немножко от него Софиевская площадь. Отсюда также можно быстро попасть на Андреевский спуск и на Контрактовую площадь. Показываю вам ближе арку Свободы Украинского народа. Здесь смотровая площадка. Открывается красивый вид на Киев, на реку Днепр. Люди здесь фотографируются и любуются видами. Отсюда лучше видно мост, который ведёт на Труханов остров. И Труханов остров видно, пляж. Показываю вам эту красоту. Такой вид с другой стороны. Будем идти в другую сторону по мосту. Потом спустимся вниз. И выйдем к статуе Магдебургскому праву. И пройдём мимо пешеходного моста, который я вам недавно показывала, который ведёт на Труханов остров. На мост мы не будем заходить. Пойдём к набережной Днепра. Показываю вам, что происходит на стеклянном мосту в Киеве. Здесь всегда приятно гулять и даже постоять, полюбоваться видами. Уже вечер, темнеет, но людей много гуляет здесь ещё. Сегодня погода в Киеве тёплая. И это радует. Посмотрите, как много людей сегодня на стеклянном мосту. Посмотрите, какие стёкла на полу. Крепкие люди стоят на них. Здесь находится памятник Владимиру Великому. Памятник Владимиру Великому – старейший скульптурный памятник Киева, сооружённый в 1853 году. На крутом берегу Днепра в парке Владимирская горка. Вот ещё музыканты. И девушка исполняет песню, красивый голос. На мосту отдельные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Колонна Магдебургского права в Киеве. Монумент в честь возвращения Киеву Магдебургского права. Отсюда видно пешеходно-велосипедный мост. Я вам уже не один раз его показывала. А мы идём на набережную Днепра и на Почтовую площадь. Мы перешли через подземный переход и оказались на набережной реки Днепр. Отсюда тоже красивый вид на мост. Посмотрите, какой чудесный вид. На мост, на Труханов остров. Здесь люди вечером отдыхают. Будем идти вдоль реки Днепр. Потом поднимемся наверх. Здесь разные кафе, столики. Люди здесь отдыхают. Играет музыка. Это мы уже на Почтовой площади. На набережной. Играет музыка. Смотрите сами, что сегодня в Киеве происходит. Жизнь продолжается. И люди отдыхают. Играет музыка. Люди поднимают себе настроение, чтобы не было депрессии. Потому что в 2022 году, я уже говорила, и все знают это, весь мир знает, что Россия напала на Украину второй раз. В нашу страну, независимую, в наш дом пришли оккупанты, российские военные. Почтовая площадь и набережная Днепра. Почтовая площадь и набережная Днепра – отличное место для отдыха вечером. Поднимаемся наверх на Почтовую площадь. Здесь также на Почтовой площади люди гуляют, отдыхают. Здесь есть Макдональдс. Есть такой бар. Такой красивый вид на реку Днепр. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я желаю всем мира и добра. Продолжение следует...